Наверное, в каждом более-менее крупном городе СНГ есть как минимум один недострой, который строился на закате советской эпохи в годы перестройки, а потом из-за нехватки финансирования так и не был достроен в 90-е. Например, Ховринская больница в Москве, Ледовая арена в Киеве или гостиница Парус в Днепропетровске. В Харькове тоже есть такой объект. Это огромный недостроенный бассейн на улице Клочковской. Строительство данного бассейна началось в 1986 году. На его строительство было выделено рекордная по тем временам сумма в 5 миллионов 600 тысяч советских рублей. Но бассейну было не суждено стать местом, в котором подготавливали новых спортсменов для сборной Советского Союза по плаванию. 30 лет он стоит полностью заброшенным в самом центре города. Вода в чашу бассейна набирается только за счет дождя и леталого снега, а потом медленно стекает через щели в подтрибунные помещения. Вместо спортсменов здесь плавают дикие утки, которые прилетают сюда из реки Лопань. А самыми частыми посетителями этого бассейна являются подростки, экстремалы и наркоманы, которые облюбовали эту местность. Просто не хватает плит, объект был построен процентов на 65. Везде обрывы. Но это место очень популярное в городе. Постоянно куча детей лазит. А вот и посеян. Я не знаю, какая у него длина. Но метров 200. И сюда. Сейчас мне надо будет вот туда вон вылезти. Потому камеру я, наверное, выключу, потому что не смогу и снимать, и лезть. А вот тут вылез уже. Тут, я даже не знаю, как. Просто так удобно набросаны плиты. Они либо обрушились вот здесь вот, либо, я не знаю, скорее всего, да. Видно, вот они сцеплялись арматурами. И они так удобно упали все. И одна из них так упала, что сделала трамплин. Если бы не та плита, я вообще не понимаю, как сюда можно было залазить. В общем, это трибуна. Здесь должны были сидеть целители. Она, понятное дело, не достроена. А здесь должны проходить соревнования по плаванию гуля. Да, реально очень большой бассейн. Наверное, ни одна заброшка в Харькове так не потрясает своими размерами. А вон тот бассейн, я не знаю, такой же он в конструкции или нет. Он называется Аква-Арена. Сделаем. Насколько я понял, тот парнишка должен следить, чтобы люди не вылазили вот на вот эти опоры. Потому что, как я понял, либо спорткомплекс заранее заботится, чтобы никто не убился, либо уже кто-то убился. Потому что в интернете есть много видео, как люди лазят по этим опорам. И даже я видел видео, как люди вот на ту балку выходят. по-моему, полное безумие. Мой экстрим заканчивается на прыжке с парашютом. Я даже вон оттуда, вон туда вот боюсь перейти. Отсюда классный вид на город. Видно там Холодная гора, там Центральный рынок, там ЮЖД. Вокзал видно, нет? По-моему, да, вон видно башню вокзала. Это Благовещенский собор, вон Гагарина, центр. Тут шумит Клочковская. Вон Планетарий. Тут Книжный рынок Балка. И вот спорткомплекс. Я так понимаю, в советское время планировали выстроить ароматный здесь спорткомплекс, несколько бассейн, футбольные поля. Это Арсенал был, насколько я помню. Раньше называлось. Если ты ни разу здесь не был, то сюда стоит разок съездить. Особенно даже если ты не боишься там нархоманов и хоть чуть-чуть элементарно можешь лазить, то можно вот вылезти, присесть на эту недостроенную трибуну, пустить, хоть и карематик и даже с девушкой посидеть, посмотреть на панорамный вид города. В принципе, это место с классным видом и здесь реально можно уединиться. А так, в принципе, после второго-третьего посещения уже никакого вау здесь нет. Только, я думаю, с учетом того, что там выстрелили вот эту вот уродливую многонтажку, то все равно придется его сносить, потому что скоро такая же уродливая многонтажка появится здесь. Это закономерно. Потому, я думаю, можно поспешить побывать на таком месте, потому что вот два и его объекты сносимым, тем более здесь металла немерено. вот этот весь бассейн снизу, он весь металлический. То есть, все эти чаши бассейна сделаны из листов металла. И вот опоры сделаны из металла. Плюс, в самых гритах много металла. Здесь очень большие тень влаживаются. Что ты тут хотел посмотреть? Я? Да. Вы считаете, здесь работаю? Да. Конечно, охрана. Охрана? Вот здесь? Да. Я только заступил. На этом объекте? Да. А тут вообще можно находиться? Да. Вот здесь типа ходить можно. Да. Тут где-то наркоманы кстати тусуют. Я помню, когда-то видел. Тут они вот один, тут второй гуляют. Ааа, тут тут уже сработали. Тут, короче, где-то была лежала покрывала. Вот, по-моему, на одной из этих плит. А за ним так вот все шприцами было засыпано, но это было год назад. А, да не, они сейчас, ну, видишь, колодец там весь шприцами засыпали. Ага. Ну, тут видно, собираются и малолетки, да? Да, там, да, где работают. А, это ты? Да. И что, тут платят нормально? Нет, но, Райл. Платят нормально? 70 гривен в сутки. А, ну, тут такое. Блин. Так а нафиг его охранять, если тут кто хочет ходит? Да и тут разбиваются люди. А, так. То есть, типа, нельзя наверх заходить? Ну, наверх можно, но на сами трибуны. А, типа, чтобы не лазили просто на трибуны. Ну, да, я видел в интернете, лазили там. Ладно, спасибо. Я похожу, поснимаю. Ты что, твоя, это, сама по себе двигается? Да. То есть, ты понял, она как ловит скачки. То есть, это, типа, как полурежиссерская. Раньше, лет 30 назад, короче, строили, чтобы плавную съемку сделать, строили рельсы, на рельсы ставили камеру, и она ехала там. Или, строили кран, специальный кран, так, уууу, А сейчас вот такая вот штука, которая там стоит, блин, бэушная до 1000 гривен. Ух ты тут, да. Да. Это там в колодец, посмотрите. Капец, тут вообще. Ну, колодец там вообще, пиздно. А? Ага. Жескать. Гля. Просто хрень. Да тут даже ходить не особо хочется. Тут все тупо засыпано. Охренеть просто. Ох, бля. Пиздень. Да. Да, это жесть. А? Да, тут уже там встал. А? Часть для себя, часть YouTube канал сделал, все. Выкладываю туда. Ладно, я пойду, к вам брожу, хорошо. Блин, тут реально... Все же нас от брата никого нет. Так а что, ты гоняешь наркоманов или как? Таня, жива. Я не прошел, по-моему, если сидит. Это не я, это на оборотах. Ясно. Тебе не стрёмно тут сидеть? Ну, они вообще пассивные, к тебе не пристают. Таня, спокойно. Повторясь, по-моему. Ясно. У них такое местечко нашлись. К сожалению, на данный момент у меня нет качественного оборудования для записи видео. Также у меня очень плохой микрофон. Но с другой стороны, у меня есть просто огромное количество интересных тем, на которые я могу снимать новые видео. Потому, у меня сейчас стоит дилемма. Либо остановиться и подождать, пока я закуплю нормальное оборудование и научусь нормально делать видео. Либо продолжать снимать в таком же качестве, но в большом количестве. Напишите в комментариях, сильно ли вас напрягает качество видео и озвучки в моих роликах. А также напишите, какие темы вы ждете в следующих выпусках больше всего. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.